Сегодня вот в этом зале проходило собрание членов инициативной группы по выдвижению Народной законодательной инициативы. На самом деле это уникальный для Москвы день, потому что это практически первая инициатива, сформированная в рамках закона о гражданских законодательных инициативах в городе Москве, действующего с 2002 года. То есть за все эти 10, уже теперь с небольшим лет, не было такой проблемы в Москве, которая бы затрагивала такие слои населения, когда люди могли бы сформировать свою собственную инициативу законную и вынести ее на рассмотрение. Возникла эта необходимость в связи с тем, что с приходом Сергея Семеновича Собянина кардинальным образом изменилась вся жилищная политика города. Жители, которые проживают в домах, подлежащих сносу, выселяют теперь не то чтобы из метра в метр, как мы сами это называем, из клетки в клетку, то есть там желтые в бараке, ты так же в барак и едешь. Хотя до прихода Собянина все-таки улучшались условия для очередников и улучшались условия для тех, кто имеет право быть очередником, но не вставали на очередь. Люди на очередь не вставали, потому что всем говорили, зачем вам очередь, вы и так все получите. Теперь следующий момент. Те же очередники, которые, кто-то из них согласился переехать, у кого-то вынудили в добровольном принудительном порядке. Вот классическая ситуация, 5 человек проживало в двухкомнатной квартире 45 метров. При переезде им предлагается минимум 52 метра и везде трубят, что мы улучшаем условия немножко, но у вас квартира будет больше. Но вот это немножко и больше приводит в дальнейшем к тому, что у департамента возникает не то чтобы даже основание, практически обязанность при следующей проверке жилищных условий, это, как правило, 5 лет, снять этого очередника с очереди, потому что у него изменились жилищные условия. И в результате вот этого переезда, он, как я сказал, 5 человек, да, 45 метров было, стало 52, то есть у него стало более чем учетной нормы 10 метров, его снимают с очереди. В то время, как если бы он не жил бы в сносимом доме, к примеру, да, а просто бы стоял бы на очереди и ждал, когда подойдет очередь, он бы великолепно стоял дальше. Но на этом они не ограничились, пошли просто по очередникам, так называемая тотальная зачистка очередников. В СМИ информация была, ну и как-то быстро замялась. Смысл этой зачистки на сегодняшний день появился в чем? Люди, у которых были какие-то браки, там, своды, разводы, начали плюсовать площадь людей, которые им уже чужды на сегодняшний день, да, либо вот просто, как говорится, площадь супруги, ну, все непонятно, там, супруг есть там или супруга, да, а завтра ее нету, но ее площадь уже учли, и там братьев-сестер, скажем так, новобрачные, сняли с очереди. И таким образом мы подошли, что на сегодняшний день, по заявлениям того же департамента, количество очередников в Москве меньше, чем в период Олимпиады 80-х годов. А извините, в период, когда у нас шла Олимпиада, да, это была мегастройка в Москве, в том числе и жилищная. Тогда людей было не столько в Москве зарегистрировано, сколько сейчас, а сейчас почти что, ну, скажем так, официальные данные 12 миллионов, да, на самом деле их реально больше людей проживает в Москве, а очередь меньше, чем в период Олимпиады, да, за счет чего мы этого добились, если у нас ввод жилья резко сократился, и тут же, ну, то здесь все очевидно. Третий момент, тоже немаловажный, по поводу самой жилищной политики, да, было несколько понятий, к примеру, было понятие коридорная система, да, на сегодняшний день это понятие, этот термин на закон вычеркнули, все дома коридорной системы назвали коммунальными квартирами, и все жители этих теперь новых мега-коммуналок, это там по 20-30 комнат коммунальной квартиры, были сняты жилищного учета, да. Поэтому мы говорим, вот на сегодняшний день, в связи с тем, что Государственная Дума не желает видеть в упор эту проблему, она всячески игнорирует. Мэрия Москвы целиком полностью игнорирует, высшие руководства страны целиком игнорируют. Мы собирали практически год назад, да, 28 января 2012 года первый митинг, на него пришло порядка тысяч человек, это была такая, так сказать, предупредительная акция, о том, что мы есть и что мы будем бороться. Ну, в свете, скажем так, общеполитических митингов, было это как-то замято, смято и скомкано, было незаметно. 1 марта мы пришли в мэрию Москвы с требованием, да, создать жилищные комиссии, чтобы восстановить права тех людей, которых уже право сейчас нарушено. В мэрию пришло порядка 600 человек, да, полностью проигнорировали какое-либо требование. 1 июня мы пришли в администрацию президента, было, должен, скажем так, не два человека, гораздо больше, там, несколько сотен, да, требования тоже были проигнорированы, причем, как стало известно, они вот где-то там затерялись, да, но в конечном счете все-таки то обращение, которое мы сдали, там, 5,5 тысяч подписей, где подписалось, да, граждан с требованием, да, проверить. Да, были сделаны некие, так сказать, формальные проверки, в том числе и Генеральной прокуратуры по факту деятельности, там, руководства Департамента жилищной политики. Но что отписывает прокуратура? Она подтверждает, что тот же руководитель Департамента жилищной политики, Жилищного фонда города Москвы, господин Федосеев, является членом Совета директоров коммерческого банка МИИ. Прокуратура этот факт подтверждает. Ну, она говорит, что господин Федосеев вроде как под зарплату не получает, поэтому мер прокурорского региона мы принять не можем. Про то, что депутат Клычков, ой, извиняюсь, депутат Орлов тоже является членом Совета директоров этого же банка, да, как бы никаких проверок не проводилось, да, но очень интересный момент, на сайте коммерческого банка МИИ размечена информация о том, что, как бы, выносился вопрос о премьировании членов Совета директоров. Павел, ваши дальнейшие действия, для чего вы сегодня собрали это собрание и что вы будете делать и предпринимать? Значит, дальнейшие действия у нас очень простые. На следующей неделе мы идем в Московскую городскую думу, отдаем нашу петицию, да, в соответствии с требованиями закона, прикладываем наш законопроект, прикладываем список инициативной группы и так далее. У Московской городской думы будет 20 дней на то, чтобы зарегистрировать инициативную группу. Через 20 дней после того, как она вынесет постановление о регистрации инициативной группы, она должна будет выдать в течение пяти дней регистрационное свидетельство членам инициативной группы, дающие право собирать подписи в поддержку законопроекта. Всего необходимо будет собрать инициативной группе порядка 50-60 тысяч подписей. Эти подписи должны быть собраны, скажем так, не более 20% с одного округа. Этих подписей должно быть не более 10% с одного района. То есть, условно говоря, один район это не больше 5 тысяч подписей, ни один округ не больше 10 тысяч подписей. И на все, на сбор подписей выделяется законом 60 дней. По истечении 60 дней подписные листы в поддержку законопроекта должны быть отданы в Московскую городскую думу. Ну, там они пройдут проверку, чтобы, скажем так, будут выявляться случаи фальсификации подписей или неверных каких-то данных. И по итогам этого начинается рассмотрение законопроекта. Будет назначено от инициативной группы лицо, которое будет представлять интересы при рассмотрении закона Московской городской думе. Он же будет являться редактором этого закона и принимать решение от имени уже, скажем так, минимум 50 тысяч человек о том, какие-то изменения вносить в этот закон, не вносить, корректировать, не корректировать. Либо, скажем так, закон это допускает, согласиться или предложить, наоборот, сделать альтернативный закон тому закону, который принес эта инициативная группа. Павел, как связаться с вашей инициативной группой? Связаться с нашей инициативной группой можно хотя бы даже через наш сайт, снос.инфо. Сайт существует уже второй год, активно развивается, вот благодаря чему там информируем людей. Значит, там есть контактные телефоны, есть e-mail, есть форма обратной связи, то есть мы для связи всегда доступны. И еще один немаловажный момент относительно собственников жилых помещений. Если до, скажем так, всех наших событий переселялись собственники, у которых не было нужды в улучшении условий, то есть они не стояли на очереди, они переезжали в равнозначное жилое помещение, то есть равное по количеству комнат, в новый дом, который находился, как правило, на соседней улице, то на сегодняшний день потихонечку, поступательно вводится практика выкупной стоимости. Для понимания собственников, которые не могут осознать, что такое выкупная цена, из тех документов, которые ко мне постоянно приходят, я вижу примерно одни и те же цифры. Двухкомнатная квартира где-нибудь там в районе Измайлова, в Медведково, в Бутово, абсолютно неважно какой район, примерно 3 миллиона 600 тысяч предлагает государство за двухкомнатную квартиру. Что будут делать жильцы с этими деньгами, какую квартиру они будут покупать в Москве, я себе, например, не представляю. Но я бы с удовольствием приобрел за такие деньги квартиру в Москве. Может быть, где-то они продаются, но нам никто об этом не говорит. И вот эту стоимость, 3 600, предлагают собственнику. Налог за собственность исчисляется именно из рыночной стоимости, а когда нужно переселить, то... Что касается налога на собственность, мы еще к этому сейчас подойдем. У нас идет изменение, да, есть планы, что поменяют и сделают как с земельным налогом, да. Учет не от стоимости, остаточной по БТИ, ну и традиционной, так называемой, а от кадастровой стоимости, ну это примерно рыночная. А извините, в Москве 0,5% при сумме свыше миллиона рублей, я думаю, по московским, с собственником квартир. Этот законопроект очень сильно ударит, когда он будет принят. И следующий момент, что такое собственник. Я видел одно решение суда, очень замечательное, в котором сказано, что поскольку реконструкция района и так далее, она осуществляется на основании постановления там Лохматова 99-го года, ну при этом надо учесть, что все черенки, уехавшие, да, этим же решением суда были лишены права улучшения, потому что в 11-м году какие-то там поправки вынеслись, то здесь трактовка была следующая, что поскольку 99-й год, нормы ЖК РФ мы применить не можем. А почему такая трактовка? Потому что собственник жилого помещения в рамках жилищного кодекса, который все-таки главнее, да, в тех случаях, когда он защищает интересы граждан, имеет право, помимо того, что там ему равнозначное жилье предлагают, если он не хочет переезжать, он считает, что его квартира стоит дороже, он может потребовать сделать независимую оценку, да, своей квартиры, плюс к стоимости своей квартиры прибавить стоимость земельного участка, которая находится у него в собственнице, в общедалевой, как у, скажем так, собственника жилого помещения в многоквартирном доме. Этого московская власть не допускает любыми доступными способами, да, этого нет. И вот я говорю, потихонечку внедряю вот эти 3600 за двухкомнатную квартиру. Что вы хотите, то и делайте. У многих есть заблуждение, что, как говорится, не на моей улице, да, не в моем доме, и хай с ним, и вообще меня это никогда не коснется. Далеко это не так. Если мы посмотрим хотя бы даже уже на существующие списки домов, которые подлежат сносу, это не какой-то там точечный снос, это не какое-то там мифическое улучшение для, скажем так, домов, которые обвешали, а это идет конкретно зачистка территории. И в этих домах уже на сегодняшний день в списках есть и двухэтажные дома, и сталинские пятиэтажки, и хрущевки, и блочные, и кого там только нет, и девятиэтажные, и двухэтажные коттеджи. Все это присутствует в этих списках на сегодняшний день. Но откуда они берутся? Завтрак там, к примеру, Собянин скажет, а вот здесь мы проложим дорогу, да, и все вот эти дома, которые стоят по этой дороге, на будущее, их будут расселять, и это коснется их. Поэтому, если мы сегодня, да, не сможем как-то отстоять наши права, то и в будущем уже никто не сможет получать законное возмещение за свой переезд. Кроме того, те граждане, которые живут в доме подсос на сегодняшний день, они его ожидают уже далеко не первый год, и не 10 лет, и не 20, да, они его ждут уже долго и долго. И из-за этого многие не имеют возможности сделать хотя бы элементарного ремонта в своей квартире, потому что ремонт стоит больших средств, а при переезде никакой компенсации, ни за какой ремонт никому не будет. А сколько, по вашим оценкам, людей это коснется в Москве? Вот на сегодняшний день те списки, которые мы смогли найти, они были сформированы на основании постановлений уже действующих, это полторы тысячи домов, это примерно 500 тысяч москвичей. Если мы вспомним заголовки недавние нашей прессы, что Москву должны будут покинуть 2,5 миллиона москвичей, но пока еще никто не объяснил, кто эти москвичи и как они будут покидать, то в принципе я ставлю в известность, это будут именно те граждане, которые живут в домах под снос, потому что готовится инициатива по тем источникам, которые у нас есть, и нет основания у нас полагать, что они недостоверные, да, это все-таки депутаты в первую очередь Московской городской думы, они говорят, да, мы готовим, чтобы было переселение, уже даже не в районе проживания, а в равнозначное, вот там в район массовой застройки, то бишь Чербинка, Подольск и туда дальше.